Достаточно даже ничейного результата. С таким раскладом пензенская лагуна УОР подходила к ответной полуфинальной игре Кубка России против Нижегородской Норманочки. В первой встрече, которая прошла еще 30 октября, желто-синие оказались сильнее 1-0. Но даже несмотря на большой перерыв, команда не успели друг друга забыть. В конце декабря они сражались в рамках национального чемпионата. Кубковый матч для хозяйок паркета начался с пропущенного мяча. Это произошло уже на пятой минуте. Начали это тоже, в принципе, неплохо. И момент даже создали, по-моему, да. И на одной половине игра-то была. Потом команда перешла на нашу половину. Какой-то сумбур, не разобрались, кто будет встречать. И пропустили необязательный гол, я считаю. Но, поверьте, у меня сегодня у самого была большая уверенность, что мы сегодня выиграем и пройдем дальше. Главный тренер пензенской команды не ошибся. Еще до перерыва лагуна забила трижды. Один мяч на счету Екатерины Ениной дублем отметилась Мария Самойлова. Второй тайм прошел по аналогичному сценарию. Гости вновь поразили наши ворота в его начале и сократили отставание до минимума. Восстановила разницу в счете Оксана Алимайкина. После этого тренер Норманочки заменил голкипера на пятого полевого. И хотя натиск нижегородской команды было непросто сдержать, мяч побывал только в пустых воротах гостей. Сначала отличилась Анна Шульга, а красивым завершением противостояния оказалось не столь частое явление в мини-футболе. Гол вратаря лагуны Виктории Кисловой. Это мой первый гол в карьере. Недолгое два года всего лишь играю. И это первый гол. Мне тоже было очень приятно на последних секундах поставить точку в этой всей игре. До этого просто на тренировочном процессе пыталась все время верхом попасть. Не всегда удавалось и решила сделать низом. И вот попала, рада была, смотрела, наблюдала, как он катился, и он оказался в воротах. Итоговый счет 6-2. Лагуна вновь сыграет в финале четырех. Второй командой от западной конференции там стала питерская «Аврора», которая только по дополнительным показателям обыграла столичный Мосполитех. Продолжение следует...